здравствуйте мои уважаемые зрители подписчики и гости канала у нас расклад на 2021 год для знака зодиака рак расклад у нас будет по 12 астрологическим домам работайте я буду на тару акаши давайте посмотрим что вас ожидает в 2021 году представители знака зодиака рак тару акаша имеет доступ к вашим хроникам акаши как я вам советую для более полного расклада посмотреть по вашему асценденту потому что иногда лунный знак проигрывается сильнее чем солнечный еще будет пять карт который покажет что у вас происходит здесь и сейчас и по ним вы можете понять резонирует ли с вами этот расклад или нет хорошо рак 2021 год так хорошо сейчас я достану 5 карт они отображают людей ситуации которые важны для вас именно сейчас на момент просмотра этом видео будь то ноябре когда я его снимаю быть то середина 2021 года это то на чем у вас сейчас сосредоточен фокус это самая важная идея и самый важный запрос для вас так да карта роз водопад перевернутый да хорошо мы сейчас будем рассматривать но карты сложные так так Продолжение следует... Первая карта у вас это двойка роз. Это у нас крылатые посланники. В прямом положении мы видим, что стоит круглый стол, накрытый к чаю. Ну, круглый стол у нас это стол переговоров. Над столом летает голубь. Здесь сбоку залетает ястреб. Все это происходит на фоне дома. Но на столе уже одна чашка разбита. И у одного стола сломана ножка. И карта ложится в перевернутом положении. Она показывает, что конфликт разросся. То есть стол уже в перевернутом положении разрушен. Кажется, что уже никто не сможет собраться вместе. Но, когда она прямая, то голубь летает над ястребом. А когда карта перевернулась, то теперь уже ястреб летает над голубем. То есть как бы карта показывает, что ваши страхи и эмоции растут, заглушая голос вашего духа. И это делает все более трудным и трудным достижение мира внутри вас и вокруг вас. Очевидно, вам сейчас приходится иметь дело с некоторыми людьми, а может быть финансовыми вопросами. Которые вам кажутся ущербными или разрушительными. Карта говорит, будьте осторожны, чтобы вас не попросили дать больше, чем у вас есть. Несмотря на кажущую очень сложной эту ситуацию, здесь все должны приложить усилия, чтобы попытаться все исправить. Люди, замешанные в этом конфликте, могут быть неподатливыми. Вообще не способными сейчас слушать. Для вас важно сделать то, что вы можете. Но также отстраниться от этого конфликта, если понимаете, что другие люди непреклонны. Даже когда эта карта перевернутая, голубь показывает, что сила вашего духа является вашей основой. И всегда готова поддержать вас. В какой бы сложной или трудной ситуации вы не оказались. Вторая карта, это тоже у нас розы. Это шестерка роз. Карта называется The War of the Rose. Это война роз. Мы видим, что грозовые тучи сгущаются на небе. Две линии конных рыцарей стоят на готове, лицом друг к другу. Это показывает карта поля битвы. Левая сторона несет знамя с белой розой. Правая несет красную розу. Эта карта описывает войну в отношениях. Или битву в вашем сердце относительно отношений. Да, чаще всего эти отношения носят романтический характер. Но также это могут относиться отношения к коллеге, партнеру, к начальнику или члену вашей семьи. Здесь могут быть игры силы. И скорее всего отсутствует взаимность и понимание. То есть карта говорит, в каком-то вопросе вы зашли в тупик. Ваша интуиция и ваша душа, это белая роза, говорит вам, что не поддерживает вот эти переживания. Но ваши страсти, страхи и потребности, это у нас красная роза, мешают вам слушать. Возможно, вы пытались объединить эти два флага вместе, в зеленый, который грязным лежит, растоптанным в пыли. Но то, что происходит в этих отношениях, несовместимо с точкой зрения вашей души. И вот вы стоите, ваш дух, ваши страсти, просто смотрите и ждете. Но это не что иное, как карма. И вам говорят, пришло время дождаться сигнала и приступать к действиям. Постарайтесь лучше позиционировать себя в этом вопросе. Проявите осведомленность, дальновидность, самолюбие. Ну и постарайтесь покинуть это поле битвы. Ну, хотя бы у нас третья карта, семерка роз, в прямом положении, дает какое-то хорошее послание для вас. Это у нас карта называется The Journey. Journey это у нас путешествие. И карта показывает время путешествий, переездов, перемещений. Вы можете направить свою работу или творческие усилия в совершенно новом направлении. Будь то это новая отрасль или, может быть, новое место нахождения. Как бы то ни было, это путешествие у вас произойдет. Оно обязательно приведет вас в новые места, к каким-то новым возможностям. Хотя это от вас может потребовать оставить что-то надежное и безопасное позади себя. Но карта говорит, сейчас не время задерживаться в безопасной гавани. Пришло время для поиска и изучения новых миров. Так что собирайтесь. Четвертая карта. Это у нас десятый старший аркан. Карта называется The Lighting of World. Это у нас свет мира. В прямом положении человек дома занимается какими-то делами. Он очень увлечен, активен. А к нему стучится вот такой старец с фонарем, у которого вот здесь нимба. Но человек чересчур занят, он просто не слышит этого стука. А это стучится не кто иной. Это ваше высшее Я. Ваша душа. В перевернутом положении карта показывает, что какие-то разрушительные события могли вывести вас из равновесия. Или вы были настолько заняты и сосредоточены на мелочах, и не уделяли внимания своему духовному развитию. Вы оставили ваше высшее Я где-то позади себя. Да, может быть, вы иногда обращаетесь к нему, когда вам что-то нужно. Но помните, пока вы игнорируете высшую часть того, кем вы являетесь, вы отворачиваетесь от величайшего источника мудрости и силы. Вот сейчас это вечное Я, оно к вам сейчас стучится. И вам нужно просто открыть дверь и держать ее открытой до тех пор, пока вы не удержите его внутри себя. Пятая карта, это у нас шестерка силы. Карта называется The Waterfall. Waterfall это у нас водопад. И она у вас перевернутая. Она указывает на ситуацию, когда вы чувствуете значительную потерю силы. Перевернутый водопад показывает, что вы сейчас находитесь в эмоционально реагирующем времени. Вы можете почувствовать, что ваша жизнь перевернулась с ног на голову. А может быть, вы передали непреднамеренно свою силу кому-то другому. Будь то любимый человек, босс, член семьи или друг. Карта говорит, задумайтесь, может быть, вы следуете дорогой другого человека? Может быть, ваша интуиция вам подсказывает не делать этого? В более крайнем случае вы можете полностью сдаться, впасть в депрессию и жить по велению другого. Вот сейчас для вас важно подняться и вернуть свою силу назад. Может быть, это покажется для вас чуждым, но карта говорит, это урок, который ваша душа жаждет выучить. Во время этого периода найдите время для медитации, для спокойных состояний, чтобы ощутить любовь, силу и ценность вашего духа. Когда вы поймете вашу истинную ценность, вы поймете, что вы достойны решать свою собственную судьбу и постарайтесь принять меры для этого. Если вы эту информацию узнали, то, что происходит у вас в вашей жизни сейчас, в данный момент, то, пожалуйста, давайте смотреть расклад дальше. Первый дом – это дом вашей личности, это ваш образ, это дом вашего самовыражения, самораскрытия, самоосознания. Это то, как вы определяете себя. Здесь у вас ложится 12-й старший аркан в прямом положении. Карта называется «Describe». «Describe» – это писарь. Мы видим, что один человек пишет за трибуны и еще очень много людей, которые занимаются писанием. В некоторых древних обществах писари – это были самые образованные людьми своего времени. Это люди хорошо разбирались в законах, в священных писаниях, в философии, истории и во многом другом. И эта карта в прямом положении указывает для вас на большой подъем в интеллекте и в обучении. Если есть новые знания или предмет, который вы хотели бы изучить, карта говорит «Сделайте это». Новое изучение даст вам возможность изменить свою жизнь, а может быть даже изменить мир. Это может быть один учитель или даже целая школа, которые могут помочь вам с этим возвышением. Обязательно ищите правильных людей и правильные места для обучения. Вы также можете начать писать или преподавать, может быть обучать других, поднимать их уровень. Также карта говорит, если вы будете вовлечены в какие-либо юридические вопросы, то есть человек, который может вам помочь. Пусть ваша большая проницательность направит вас к нему или к ней. Также это время, когда вы можете найти себя в написании книг, эссе, статей. Кто-то, может быть, начнет вести блоги. Самая главная карта говорит, обратите внимание, что вас будет побуждать. И обязательно ответьте на этот призыв. Второй дом, это дом ваших денег, это ваши собственные ресурсы, то, где и как вы зарабатываете ваш доход, ваши ценности. Но еще это дом планирования. Здесь у вас ложится девятнадцатый старший аркан, рефлекшн. Рефлекшн – это отблеск отражения. Карта у вас ложится в прямом положении. Мы на карте видим, что небольшой корабль, лодка плывет по водной глади. Фонарь от этой лодки отражается в воде, но также отражается свет луны. Да, иногда карта может показывать путешествие по воде или над водой. Но более важно, она может указывать, что у вас сейчас есть прямая связь с вашими духовными способностями. Вы также будете лучше понимать ваши эмоции, больше размышлять о них. Теперь уже вы осознаете разницу между интуитивным голосом, который является спокойным, уверенным, и вашими низкими эмоциями, которые являются навязчивыми, иногда основаны на страхе. Для вас наступает время заняться медитациями, духовным развитием, консультированием, исцелением, ну или какими-то другими психологическими или духовными практиками, если вы к этому будете иметь интерес. бизнес. Потому что вот по этим картам у вас будет очень высока восприимчивость. Также карта говорит, доверяйте своему внутреннему голосу, который будет помогать вам двигаться в правильном направлении. третий дом. Это братья и сестры, это наши близкие друзья, короткие поездки, небольшие записи, статьи, блоги, частные события. Здесь у вас тройка свитков, карта называется Setting Your Course, установи свой курс, но карта у вас сложится в перевернутом положении. И здесь у нас опять корабль, опять водная гладь, перемещение, но здесь три человека, то есть два человека стоят, прокладывают курс, один как бы смотрит вперед в подзорную трубу, здесь еще есть радуга. Как бы это карта расширения горизонтов, но она у вас ложится в перевернутом положении. Она может говорить, что вы не смотрите так далеко вперед, как могли бы, или вы не даете себе свободы двигаться вперед. Вам говорят, попытайтесь избавиться от привычки сдерживать себя. Это может быть недопонимание в каком-то проекте, в дружбе, может быть даже в отношениях. Или есть в вашей жизни человек, который вводит вас в заблуждение или исправляется со своим бременем или нагрузкой. Вот по этой карте какой-то небольшой партнерский союз или объединение могут полностью распасться. но также по этой карте планы поездки или переезда могут быть отменены или изменены. Здесь как бы вот эти две карты, вот можно сказать, что они противоречат друг другу. Но я бы сказала, что вот эта карта, она, это старший аркан, это младший. Что-то у вас проиграется, если это связано с поездками или с расширением ваших духовных возможностей, но то ли вот кто-то будет сопротивляться этому, может быть, вы захотите с кем-то поехать или с кем-то заняться духовными практиками, кто-то будет сопротивляться. Здесь есть небольшой диссонанс. Хорошо, четвертый дом, это ваш дом, это ваша семья, это дом эмоций. Если у вас еще нет своего дома, то это родительский дом. Здесь у вас ложится семерка ключей, карта называется восхождение, подъем. На этой прямой карте мы видим, что мужчина стоит наверху горы с веревкой, которая накинута на его плечи, а здесь мы видим, что он постепенно шаг за шагом поднимался на какую-то гору. И эта карта свидетельствует о трудном пути его восхождения. Это была очень тяжелая работа, но это была еще решительность со стороны этого человека. Эта карта показывает, что с огромными усилиями, решимостью, вы можете использовать самого себя, чтобы добиться своих целей с гарантированным успехом. Да, здесь есть сопутствующие риски, но все равно вы сможете достичь вершины. Это может быть продвижение или получение более высокого положения. Но это не просто удача или внешнее влияние, это ваш собственный тяжелый труд, ваше рвение, которое приносит вам достижения, к которым вы стремились. так что карта говорит продолжайте в том же духе, вас ждет подъем на высоту. Пятый дом это дом наших детей, творчества, творческих проектов. Это наше свободное время, хобби, но также это любовные отношения. Здесь у вас ложится 20-й старший аркан Will, Wisdom and Mind это у нас воля, мудрость и разум, но карта у вас перевернутая. она говорит, что возможно ваш авторитет будет занижен. Также вы можете потерять должность, местоположение, точку зрения, какие-то возможности. У вас будет ощущение потери способностей, энергии, сил, поддержки ваших духовных наставников, ангелов, архангелов. Да, вы можете быть очень активными, но ваша энергия будет тратиться впустую. Карта показывает возможное движение по кругу, вокруг одних и тех же проблем. И вам непонятно, что будет дальше. То есть, как бы, ваши действия могут быть бесполезны и повторяющиеся. Но вот этот герб, как карту не переверни, он выглядит одинаково. Он говорит, что вы выстоите обязательно в этих трудностях и сложностях. Вам просто нужно будет навести порядок в мыслях, восстановить вашу связь с вашими духовными наставниками и начинать все заново. Осознайте силы внутри вас, и вы сможете вернуть себе правильный поток энергии, если приведете ваши эмоции, духовность и физическое равновесие обратно в вашу жизнь. И тогда ваша корона вернется на место, туда, где она должна быть. Шестой дом это наша ежедневная работа, это сотрудники, сотрудницы, сослуживцы, физическое и психическое здоровье, наша ежедневная жизнь. Здесь у вас ложится восьмерка ключей в перевернутом положении. Карта называется Де мастер артисан, это у нас мастер ремесленник. В прямом положении мы видим, что мастерская, сидят ученики и наставник, учитель, вот из его руки сыпятся драгоценные камни в руки ученика. То есть он делится своими талантами, дарованиями, своим опытом, умением со своими учениками. Но когда карта переворачивается, теперь драгоценные камни сыпятся уже в ваши руки. И карта говорит, что для вас наступает время великого возвращения. Вы делились своими дарованиями с миром, и теперь для вас наступает прекрасный период получения отдачи. партнерства. Возможно вы работали тяжело, усердно, прикладывали много усилий, энергии, чтобы внести свой вклад в человечество. И теперь пришло время вселенной вернуть вам богатство и удовлетворение, которое вы заслуживаете. Теперь они возвращаются в ваши руки, но как вы получаете в десятеро больше, чем отдали. седьмой дом партнерства. Здесь может быть дом супруга супруги, романтические отношения, но еще это дом партнерства, например, в бизнесе или в творческих проектах. И здесь у вас карта показывает короля свитков, и она у вас перевернутая. Карта может указывать на разъединение с мужчиной, склонному к чрезмерному анализу и обдумыванию. Это может быть потеря друга, сотрудника, бизнес-партнера или это потеря любовных отношений. Она может говорить, что человек образованный, коммуникабельный, может быть занимается преподаванием, обучением. Будь то это вы или другой человек, может потерять свое положение или испытывать затруднения в понимании. Выпадая в перевернутом положении, эта карта ставит вас в известность, чтобы продумать все вещи и получить ясность необходимую для устранения беспорядка и путаницы. Для вас наступает отличное время попытаться получить более широкий взгляд на вещи. У вас есть возможность привнести более просвещенный взгляд на любую ситуацию, взглядом вы сделаете шаг назад и посмотрите на нее по-новому. Восьмой дом Восьмой дом это дом чужих денег, это совместная жизнь и финансы с партнером, это дом наследства, дом трансформации, дом духовной силы. Здесь у вас ложится сезонная карта самовинта, это у нас лето-зима, она у вас ложится в позиции зимы. Сезонные карты в этой колоде показывают как вам лучше всего расходовать вашу энергию в это время. Но когда карта перевернута ложится в позиции зимы, она показывает заснеженные пейзажи в неподвижном ландшафте. То есть карта говорит вам, что вы будете находиться в цикле инь, то есть это будет больше время восприятия идущего вовнутрь и проводящего переучет или это карта подведения итогов. Этот этап может потребовать от вас меньшей активности в мире, но карта говорит, вот эта спокойная энергия окупится позже. Это спокойное восприимчивое время является хорошим периодом для медитации, соединения с духом, построения планов на будущее. Зимний цикл часто наполнен внутренней активностью, смешанной со спокойным уединением. Да, если ваша внешняя жизнь будет требовать каких-то действий, обязательно выполняйте, но опять же, делайте все это с вниманием и внутренним спокойствием, не забывайте расслабляться. И карта говорит, позвольте себе строить планы для новых начинаний, которые придут к вам позже. Девятый дом. Девятый дом это высшее понимание и осознание, это дальние поездки, это дом эмиграции, большие перспективы, высшее образование, философия, издательство. Здесь у вас ложится девятый старший аркан, архангел Михаил, и она у вас перевернута. архангел Михаил является каналом божественной силы. И когда карта переворачивается, это знак, что вам нужно восстановить связь с вашим реальным источником питания. Перевернутый архангел Михаил может указывать на растущее чувство утраты, слабости, будь то духовно, ментально, может в каких-то других местах. Возможно одно или более областей в вашей жизни могут быть неэффективны. А также вы можете обнаружить себя в ситуации, когда вы не знаете, что вам делать дальше, как вам взять на себя инициативу, чтобы решить этот вопрос. Если это так, то карта говорит, для вас пришло время рассмотреть все способы, чтобы в первую очередь восстановить вашу силу. Отпустите старые представления об ограничениях, замените их новыми мыслями, занимайтесь теми делами, которые вы любите, потому что тогда вы включаете энергию, которая делает вас счастливым. Ваша душа будет жаждать, чтобы вы перешли от пугливого, робкого человека к решительному и действующему. Помните, что Архангел Михаил может поделиться с вами своей силой и смелостью. Просто обратитесь к нему. Десятый дом, это у нас дом карьеры, статуса, то, что вы желаете достичь, это ваша репутация, авторитет. Здесь у вас ложится опять старший Аркан, перевернутый, это у нас 14-й старший Аркан, карта называется Инициация. Инициация это посвящение. То есть здесь мы видим, что стоит духовный наставник и стоят его ученики. Это карта повышения вибраций, духовного роста, развития. Но ваша карта ложится в перевернутом положении. Здесь вам идет сигнал, что скорее всего время вашего посвящения было, но вы поддержитесь за старое или сопротивляетесь этим чудесным изменениям. Старые отношения, вещи, которые держат вашу энергию внизу, не защищают вас, а скорее наоборот, они держат вас погрязшими в ваших трудностях. Даже если вы чувствуете, что вот эти низкоэнергетические люди или вещи не подавляют вас, вы все равно можете застрять в их ущербности или просто бояться двигаться во что-то новое. Вот все это должно быть вами отвергнуто. Не блокируйте ваше движение к высшему использованию силы и разума. Потому что с этим движением вы сможете изменить не только свою жизнь, но и само лицо мира. Когда мы начинаем повышать наши вибрации, занимаемся нашим духовным ростом, у нас появляются совсем другие возможности, открываются новые перспективы. поэтому карта говорит обратите на это внимание. Одиннадцатый дом это наши группы, друзья, это дом надежды, это наши социальные желания и устремления, это соцсети, это какие-то крупные корпоративные структуры, но также это дом психологии. здесь у вас ложится старший аркан одиннадцатый, карта называется ковчег завета, она у вас в перевернутом положении. Карта может показывать на разорванный контракт или неудачный юридический перевод. Будьте осторожны с людьми, которые занимаются вашими финансами, вложениями, другими вещами, которые ценны для вас. Люди могут быть небрежны с документами, может быть даже без желания вас обмануть. Также по этой перевернутой карте, все-таки это старший аркан, идет ссылка на вашу карму. Она говорит, что вот этот перевернутый ковчег показывает на то, что у вас разорван контракт с вашим высшим я. Или вы избегали проработку своей кармы, или отложили свою высшую цель в сторону, потому что может быть были слишком заняты, или для вас это показалось может быть вы сознательно руководствовались своими страхами, эмоциональными потребностями, а не тем, что лучше для вас. И карта говорит, сейчас для вас пришло время проснуться, обновить ваше соглашение, завет, не только словом, но и делом. Ваша жизнь просто не будет двигаться вперед, если вы этого не сделаете. Двенадцатый дом это дом тайны, это того, что от нас скрыто, это бессознательное, это кармические уроки и отношения, это дом мечты, духовного общения, но еще это дом изоляции. Здесь у вас ложится королева силы, карта у вас перевернутая. В прямом положении карта показывает очень мощного человека, с мощной энергетикой, с большими способностями, с восприимчивостью. Но когда карта переворачивается, она может показывать на женщину вашей жизни с разбитой на куски энергии. Это может быть член вашей семьи, коллега на работе, бизнес-партнер, ну, любовные отношения, друзья, ну, или какие-то другие еще отношения. Вы ощутите некоторое волнение и дисгармонию, которые исходят от этого человека. Также карта говорит, что этот человек может не замечать вашего большого душевного интереса. Также эта женщина может неправильно использовать свою власть, влияние, критиковать вас, что именно негативно повлияет на ваши отношения с самим или самой собой, а также с другими людьми. Если вы увидите такое поведение, то, карта говорит, пришло время постоять за себя, установить с этим человеком границы и требовать уважения. Ну, если вы не в состоянии изменить то, как этот человек к вам относится, значит, уходите и прочее. Также карта говорит, вы или женщина в вашей жизни может также испытывать серьезный дисбаланс в энергии, может быть, это будет чувство потери силы, это могут быть времена, когда вы чувствуете себя оставленным во мраке и не знающие, что делать дальше. Здесь может быть потеря работы, в какой-то крупной компании, в науке, в преподавании, в профессиях, связанных с энергетикой, с экологией, науке о земле. Если вы являетесь королевой силы, то это время, чтобы восстановить вашу силу и ощутить вашу истинную энергию и свет, который является частью вашего высшего Я. Получите ясность и двигайтесь к своей цели. Не позволяйте ситуации вокруг вас выбить вас из равновесия. У вас получится и хватит сил, чтобы вернуть баланс вашей мысли вообще в вашу жизнь в целом. Да, и я не достала вам 18-ю карту. 18-я карта это взгляд в будущее. Это то, что будет происходить у вас в 2022 году. Это намек на будущее направление, устремления, которые будут основаны на выборе и действии вас в 2021 году. Давайте достанем одну карту. Здесь у вас ложится королева в свитках. На этой карте мы видим, что прекрасная женщина держит свиток. Она стоит на фоне арки, освещенной солнцем. Вокруг нее кружит энергия мудрости, знаний, истинный хроник Акаши. Это хранительница хроник Акаши. И когда эта карта ложится в прямом положении, она приносит для вас важную информацию и вдохновение. Королева свитков это женщина высшего разума, которую вы можете знать, а может быть вам еще предстоит с ней встретиться. Ее целью является помочь вам подняться к новому уровню мудрости понимания. Она может быть для вас учителем или предложить вам дружбу, которая может перерасти в глубокую любовь. Да, для мужчин здесь может быть новый любовный интерес. Также эта женщина может быть вам полезна в каком-то проекте, который требует общения. Она может быть автором, издателем, коммуникатором. Например, если вы писатель, то это может быть кто-то, кто посодействует вашей публикации. Но также эта карта может представлять вас или женщину вашей жизни, который может получить должность в области связанной опять же с коммуникациями, консультированием, преподаванием, обучением, маркетингом или публикациями. Эта карта может указывать на этап углубленного понимания и готовности к обучению. Для вас наступает идеальное время для личностного роста и обширного изучения, будь то это ум, развитие физического тела или это ваше духовное развитие. И вам говорят, откройте тайны, которые скрыты в этих свитках Акаши и войдите в дверь знаний. Это был прогноз для знака Зодиака Рак на 2021 год. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего, берегите себя, до свидания.